Первые кадры, которые я сегодня сделала, были у фонтана Треви. И пусть наша с вами прогулка и день будут такими же прекрасными, как фонтан Треви. Сразу же, пока не забыла, хочу поблагодарить вас всех за прекрасные комментарии, которые вы мне пишете. Я читаю их все. Огромное вам спасибо! Сегодня у нас прогулка по узким средневековым улочкам и переулкам Рима. Чтобы увидеть средневековый Рим, не обязательно идти в район Трастевери. Я покажу вам эти улочки рядом с главными достопримечательностями. С узенького переулка Копелли, расположенного в самом сердце Рима, получившего свое название от продавцов тары для вина, в которую вмещалось 5 литров, именно здесь, в нескольких шагах от площади Навона и Пантеона, между домов спрятался продуктовый рынок, про который знают только местные. Туристы сюда могут забрести чисто случайно. Еще раннее утро. Продавцы выкладывают товар, готовятся к рабочему дню, а я уже гуляю по утреннему Риму. Так приятно наблюдать, как просыпается вечный город. Чувствую аромат кофе из каждого открытого окна, слышу звуки утреннего Рима, пенье птиц, иду, наслаждаюсь и завидую сама себе, вспоминая, как в пятом классе с книжкой в руках я мечтала об этом городе. Субтитры создавал DimaTorzok А вот и пантеон-храм всех богов начинает просматриваться через улицу. Перед пантеоном есть небольшая площадь, пьяца дель-ла-ротонда. Если рассмотреть фасады домов, которые находятся на площади, то можно увидеть разнообразные таблички. Что на них написано, мало кто из вас знает. На одной из табличек, которая находится на здании напротив пантеона, написано, что по приказу папы пья седьмого в 1823 году с целью освобождения площади были снесены таверны и рынок, которые изуродовали красоту площади. Но не только, видимо, о красоте шла речь. Здесь произошли очень мрачные события, о которых потом долго говорили. Семейная пара из городка Норчия с огромным успехом здесь продавала колбаски. Слава об этих колбасках держалась в течение нескольких лет, пока в один из прекрасных дней не начал расходиться слух о том, что колбаски готовят не только из свинины, но и из мяса человека. Эти слухи дошли до полиции, которая после быстрого расследования обнаружила, что этот факт не был простым слухом, а была суровая реальность. Эти два опытных мясника, чтобы сделать самые вкусные колбаски, зазывали ничего не подозревающих покупателей в подвал своего магазина и убивали их с помощью ударов палкой по голове. Сжигали одежду и кости и замешивали фарш для колбасок, получив таким образом тот продукт, который пользовался популярностью у прожорливых жителей Рима. Выяснив это, их судили и приговорили к смертной казни в 1638 году. Но о случившемся говорили очень долго, да и до сих пор вспоминают, как это вообще могло произойти. На площади, где находится самый первый ломбард Рима, есть дом с прекрасным утопающим зеленью двориком. Если увидите открытую дверь, обязательно загляните туда. Дворики Рима, они просто великолепны. Ломбард Рима. Ломбард Рима, Здание ломбарда называется Монте де Пьета. Монте в переводе с итальянского «гора». Пьета – оплакивание. Поэтому Монте де Пьета можно перевести как «гора жалости». Это учреждение давало деньги без начисления процентов с целью помочь бедным. Создав такой ломбард, папская власть таким образом решила снизить уровень преступности. Люди могли занимать сумму денег, предоставляя свои ценности. И тут же рядом был открыт полицейский участок, который до сих пор работает. Проходя по улице Капо-де-Ферро, мы видим четыре гранитные колонны, встроенные в здание. Датируется эта постройка второй половиной XII века или началом XIII века. И до сих пор это жилое здание. Переулок-пещер. Так этот переулок назвали, потому что он находится на античном театре Помпея, который был построен до нашей эры. А в подвальных помещениях домов до сих пор сохранились остатки от театра. Здесь же есть маленькие таверны, которые во время обеда и ужина выставляют столы на узенькую улочку. Обожаю гулять по таким улочкам, рассматривать не только фасады зданий, но и окна, шикарные входные двери и ручки. На этой же улице родился великий итальянский актер, комик и режиссер Альдо Фабрици. За моей спиной напротив этого фонтана находится великолепная палаццо спада. Но солнце сегодня падало так, что мне не удалось его снять. Площадь дуба получила свое название от церкви Святой Марии Дель-Ла-Куерчия, которая стоит на площади. Очень давно здесь был огромный раскидистый дуб, который подтверждал название площади и церкви. К сожалению, сегодня этого дерева уже нет, его спилили. Но в 2017 году был посажен новый дуб, чтобы сохранить идею названия площади. Раньше церковь называлась по-другому, но она была переименована при папе Юлии II, который был из рода Делла-Роверы. А эмблемой этой семьи был дуб. Теперь понимаете, почему на смену спиленному дубу посадили еще раз дуб? В Риме просто так ничего не бывает. Все связано между собой и логично. Папа Юлии II – это тот самый папа, при котором Микеланджело расписывал свод Сикстинской капеллы. Этот портрет папы Юлия II – работа Рафаэля. Рафаэлю удалось верно передать характер Юлия II, живущего во власти своих грандиозных планов. Его взрывная натура держала в страхе всех вокруг. Но его не ненавидели, а скорее всего любили, так как он постоянно думал о престиже государства и церкви, меньше всего думая о себе и своих близких. Еще этот папа был покровителем искусства. Он считал, что с помощью искусства можно достичь великих целей. Обратите внимание, что Рафаэль тоже изобразил эмблему семьи Роверы – жёлудь. Викколо-дель-Пульвероне – пыльный переулок. Мы находимся рядом с рекой Тибор. До конца XVIII века Тибор часто выходил из берегов, заливая город. И когда после наводнения вода отходила, на этой улице оставалось очень много мелкого песка. И при малейшем дуновении ветра поднималась пыль. В конце XVIII века набережную укрепили. А я по этому переулку иду на улицу Джулия. Выйдя на улицу Джулия, уместно опять упомянуть папу Юлия II. При его правлении эта улица была сделана прямой и длинной, для того, чтобы паломники, не теряясь в лабиринте второстепенных улиц, могли по прямой дойти до главного собора Рима, до собора Святого Петра. Первое, что нас встречает – это фонтан Маска. За фонтаном находится стена. Она сделана для того, чтобы защитить город от наводнения, ведь Тибор уже через дорогу. Стена была сделана еще до укрепления набережной. На самом верху фонтана находится лилия. Это геральдический знак семьи Форнези. Еще на этой улице мы видим арку. Арка Форнези родилась как первый частный мост, который в проекте должен был пересечь Тибор для соединения с другой резиденцией в районе Трастевери. Ее купила семья Форнези у семьи Киджи. Про Киджи мы тоже сегодня поговорим. Сегодня эта резиденция называется вилла Форнезина. Но проект не был завершен, и недостроенный мост остался просто как арка. Возвращаюсь назад по улице Маскероне. А это мощный дворец Форнези. Выходим на площадь Форнези, которая украшена двумя фонтанами в виде ванн. Эти ванны стояли раньше в термах Каракаллы. Сюда же на площадь они попали в разное время. Сначала одна ванна как украшение площади, а вторая стояла на площади Святого Марка. Это рядом с площадью Венеция. Потом и эту ванну перенесли сюда. Подвели воду с акведуков и сделали прекрасные фонтаны. Дворец Форнези был заказан кардиналом Александра Форнези, будущим папой Павлом Третьим. Дворец строили очень долго. Его строительство началось в 1515 году. Но после страшного разграбления Рима в 1527 году, его строительство было остановлено где-то на 14 лет. Поэтому в его строительстве участвовали многие знаменитые архитекторы того времени. Антонио де Сангало-младший, Микеланджело, который создал лоджию и карниз, Джакумо де ла Порто, а само здание украшал фресками Аннибале Караччи. Это здание считается одним из самых красивых зданий эпохи Возрождения. После смерти последнего представителя семьи дворец был необитаем. Потом перешел в руки бурбонов. Сейчас здесь находится французское посольство. Они платят итальянскому правительству за аренду этого здания всего 1 евро в год. Интересное такое совпадение, что лилия, которая присутствует на фонтанах и много раз встречается на фасаде дворца, являлась геральдическим символом не только папу Павла III Форнези, но и семьи бурбонов. От площади Форнези отходит улица Монсеррато. Здесь есть церковь Санта-Мария де Монсеррато, в которой похоронены два римских папы из семейства Борджио, один из которых тот самый скандальный папа Александр VI. Еще один римский дворик. Площадь Ричи и дворец XVI века с немного съеденными временем фресками Полидору да Караваджо, но до сих пор удивительно красивыми. Мы вроде бы только что ушли от дворца Форнези, но это здание опять перекликается с историей этой семьи. Помните, я рассказывала вам про самого скандального папу римского Александра VI, у которого была возлюбленная девушка Джулия Форнези? Она была сестрой Александра Форнези. Благодаря связи Джулии с папой Александром VI ее брат Александр Форнези получил сан кардинала, а потом стал папой Павлом III. В то время Александра Форнези за глаза шутя называли кардиналом Фриньези. Если перевести, получится кардинал женская лона. И этот кардинал уже позже стал папой и вошел в историю под именем Павел III. Это уже было намного позже. Жизнь в Риме была полна интриг и сплетен. И если женщина оказывала какое-то влияние на мужчину, то им тут же приписывали любовные отношения. Так вот, этот дворец речи многим запомнился, как место встречи Александра Форнези, папы Павла III, с дочерью Констанцией Форнези. Им приписывали любовные отношения. Писателям того времени Пьетру Ареттино было высказано, что Александр Форнези для родившегося ребенка Констанции является то ли дедушкой, то ли отцом. Но это остались только слухи, о которых рассказывали еще два века. Папа Бенедикт XIV в XVIII веке сказал, что это была большая любовь к своей семье. Этот большой клубок интриг нам с вами не распутать. Кто знает, как оно было. Но тот факт, что при упоминании этого дворца все вспоминают эту историю, уже кое о чем говорит. Дыма без огня не бывает. Удивительно атмосферное место. На площади есть рыбный ресторан. Дорогой, но очень вкусно здесь готовят. Напомню, что многие рестораны Рима открываются только во время обеда и ужина. Как ни кружи по Риму, но везде нас окружают здания с какими-то легендами и историями. По этой улице везли 11 сентября 1599 года на казнь юную Беатричи Ченчи и ее мачеху. Многие художники того времени были на казнь у замка Святого Ангела. Гуидо Реннив, под впечатлением увиденного, принялся писать портрет Беатричи Ченчи, какой она запомнилась ему в памяти. Многие стали сравнивать Беатричи за ее мужественное поведение на эшафоте и брошенное папе проклятие с библейской юдивь, убившей злейшего врага своего народа. А Караваджо был потрясен казнью. И именно после этой казни в его картинах появились более темные краски и тема насилия и смерти. Для образа мстительницы позировала куртизанка Феллида. Историю Беатричи я уже рассказывала, но еще раз расскажу, когда будет видео про Караваджо. Это уже скоро. Мы опять незаметно подошли к теме куртизанок. Империя – так называли куртизанку, живущую в этом доме и вскружившую голову самым могущественным людям Рима. Она родилась в 1486 году. Ее называли божественная, неотразимая. Банкир Агустино Киджи, который снабжал деньгами королей римских пап, считался ее покровителем и любовником. Империя была образована, воспитана, талантливо и прекрасна, что ей посвящали сонеты и в честь ее отливали медали. В 1508 году Агустино Киджи начал строить шикарную виллу, показывая всему Риму свое богатство и вкусы в искусстве. Это та самая вилла Форнезина, которая позже была куплена семьей Форнези. Помните, вначале я рассказывала про мост, который не был завершен? Так вот, расписывал эту виллу фресками, Рафаэль и его ученики. Галатею на фреске Киджи велел Рафаэлю изобразить с лицом империи, благодаря которой мы знаем теперь, как выглядела прекрасная империя. Вилла Киджи была самым престижным местом, куда стремилось попасть все высшее общество не только Рима, но и других государств. Вилла и сейчас прекрасна, и я всем советую побывать там. Империя купалась во внимании, пока не совершила ошибку, которая не была позволена куртизанкам. Она влюбилась. Она влюбилась в аристократа Анджела дель Буффало, а он был женат, и она отравилась из-за безответной любви. Агустино Киджи позвал самых известных врачей, чтобы спасти ее. Папа Юлий II послал ей своих врачей, но ничего не спасло империю. 15 августа она умерла. Весь Рим был потрясен смертью империи, от могущественных людей того времени до простого народа. Ее похоронили в церкви Санкт-Григорио Альчелио. Эта церковь находится рядом с Черкомассиму. На надгробии было написано «Империя Римская Куртизанка, достойная великого имени, пример редкой красоты, прожила 26 лет, 12 дней, умерла в 1512 году, в день 15 августа». А через сто лет могилу империи разрушили. После смерти империи Агустино Киджи недолго горевал. Он привез из Венеции молоденькую куртизанку и жил с ней семь лет, пока папа Лев X не настоял на браке. Сам папа венчал их, и свадебный пир на вилле Киджи вошел в историю Рима. И это еще не все о куртизанках. В то время на сто женщин приходилось 17 куртизанок. Сейчас мы находимся рядом с переулком, который называется Викколо-Челлини. Но в 16 веке его называли Викколо-Калабраки, что в переводе означает «Переулок спущенных трусиков». В этом переулке жили куртизанки. У них были достаточно низкие цены и большой поток желающих. Сюда же приходил и Рафаэль. Его куртизанка жила в доме, на котором еще видны фрески. Спустя века название переулка стало неприличным и было изменено на переулок Челлини, у которого поблизости был магазин. Прогуливаясь по улочкам Рима, обязательно обращайте внимание на флажки. Они везде разные. Как правило, на таких улицах Рима есть свои кооперативы. Ежемесячно жители улицы сдают деньги на благоустройство улицы. А потом на эти деньги покупают цветы для украшения улицы и украшают ее к праздникам. Все эти улочки, которые я сегодня прошла, находятся рядом с Камподой Фиори и площадью Навона. Вот стоите на площади, выбирайте любую улочку и идите. Вдали от главных достопримечательностей можно найти много чего интересного. Я сегодня рассказала вам много историй. А сейчас предлагаю вам прогуляться самостоятельно. Но обязательно досмотрите видео до конца. Вас ждет сюрприз. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok